С 25 июня вся страна голосует по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня, 1 июля, финальный день голосования. В Ленинском городском округе работает 63 избирательных участка. Мы находимся на участке номер 1298 по адресу проспект Ленинского комсомола, 23, дом 3. Обстановка была достаточно очень спокойная, жители наши все активные, потому что большую часть наш участок занимает старый город. Там люди все-таки более старой закалки, которые знают свою ответственность и хотели пройти поголосовать. Также на этом избирательном участке голосует председатель Совета ветеранов Московской области, наш земляк Виктор Пикуль. Хотел от имени Московской областной организации ветеранов, от лица людей старшего поколения нашего Подмосковья, поздравить всех с этим важным, знаковым, историческим событием, которое сегодня происходит в нашей стране, потому что голосование по изменениям и внесению по праву в Конституцию Российской Федерации – это действительно событие огромной исторической важности. При этом каждый гражданин нашего государства имеет право, имеет возможность, имеет все условия для того, чтобы выразить свое мнение. Участок 12-91. Все дни голосования он находился на территории многофункционального центра в микрорайоне Купеленка. В финальный день голосования 1 июля было принято решение разместить его на открытом воздухе. Ведь сегодня ожидается большой поток избирателей, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию. В МФЦ – это, будем так, немножко стесненные обстоятельства, потому что выделена одна небольшая комната. Соответственно, вход по одному человеку осуществлялся все эти дни. Многие люди говорили о том, что мы хотим прийти проголосовать 1-го числа. И, соответственно, было принято решение вывести сюда избирательный участок для того, чтобы была больше проходимость людей. И действительно, основной поток избирателей пошел именно сегодня. Люди чувствуют свою гражданскую ответственность. Несмотря на преклонный возраст, участок номер 36-34 в Центральной районной библиотеке посетил ветеран Великой Отечественной войны Борис Конельский. Каждый гражданин, который проживает в нашей стране, должен проголосовать так, как он является гражданином нашей страны. И каждый из них хочет, чтобы страна жила лучше. А раз живет страна лучше, значит и люди будут жить лучше. Поэтому каждый должен выполнить свой долг, прийти на избирательный участок. На всех избирательных участках Ленинского городского округа соблюдены санитарные меры, введенные с издействи с пандемией. На входе выдаются маски и перчатки. Их, конечно, надо надеть. Меряют температуру. Избирательные залы просторные. Здесь есть чем дышать. Все сделано для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Члены участковых избирательных комиссий также используют индивидуальные средства защиты. Можно сказать, вот участок 36-34. Пример для подражания. Все это время организовывать процесс голосования помогали волонтеры Конституции. Они информировали население о правилах голосования. А в финальный день их задача была более творческая. Сегодня мы находимся на избирательном участке 12-93 и 12-94. Задача волонтеров Конституции сегодня некая другая. Мы предлагаем людям взять интересные наклечки и сделать памятную фотографию на нашем стенде с такого исторического события. Все избирательные участки будут открыты до 8 вечера. Поэтому, если вы еще не успели отдать свой голос, время есть, но следует поторопиться. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.